Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю очередной видосик по нашей любимой всеми игре. Как вы поняли, Energizer у нас уже выходит на основные сервера и сегодня я куплю новый дрончик себе. Как вы, может быть кто-то уже видел, как я покупал дрончики на тестовом сервере, тестировал их и в принципе для себя уже решил, какой дрончик у нас является самым лучшим. А также я сегодня попытаюсь вам рассказать, откуда у меня такое большое количество батареек, потому что по превьюшке вы уже увидели, что данное количество батареечек у меня 87 974 батарейки. Сказать вам в чем секрет, ну безусловно количество моих модулей до данного обновления было колоссально большим. Что же могу сказать в общем и целом, так это у меня было 37 фуловых трипл модулей, а также 12 старых фуловых модулей, включая такие покрытия как Zef, Stina, Africa, Picasso и так далее. Ребят, вы в принципе поняли о чем идет речь, так что такое количество для меня является не таким сенсационным и я думаю, что данное количество батареек у нас таки в игре является самым большим. Единственный игрок, которого бы я мог отметить, у которого тоже я думаю очень таки большое приличное количество данных батареек, так это Boris4311. Если вы его знаете, то он возможно таки даже посмотрит этот ролик и я ему респектую, так как его количество тоже большое. Возможно он такой же задрот, как я, вы подумаете. Но в общем и целом я могу сказать, что все это можно в принципе легко и просто заработать на точках без особо таких усилий. Просто надо иметь вот такой вот премиум аккаунтик, если вы видите курсор мышки, которым я показываю, что у меня есть премиум аккаунт. Ну а давайте, ребятки, мы быстренько таки уже приобретем дрончик, который я себе уже давно приметил. Это у нас будет дрон-десантник, который дает с респауна фул на арку на 7 секунд. Я его куплю сейчас, ребятки, сразу же поставлю на прокачечку первый широчек. А также я хотел бы сразу дать ответ на тот вопрос, который я задавал сам себе. На чем же будет зарабатывать проект после выхода данного обновления? Все-таки у нас нету модулей по большей части и весь уклон у нас в итоге будет на дроны. Ну и в принципе данный ответ оказался очень-таки простым, как я в принципе и догадывался, можно так сказать. На Википедии ТО теперь уже написано, что прокачка одного дрона в сумме без скидок с ускорениями будет стоить 3 миллиона кристаллов. То есть, если в цифрах в процентном соотношении при скидке 50-70, данный дрон можно будет прокачать за миллион 100 кристаллов. Сейчас вы видите на моем экране, что у меня имеется 4 миллиона кристаллов, но данное количество кристаллов могло быть намного больше, если бы я не поспешил и не прокачал лишние модули. И возможно-таки лучше бы было, если бы мое количество дрончиков было меньше, вернее не дронов, а батареек было бы меньше. Но зато я бы сэкономил эти кристаллы на покупку и прокачку дронов. Но имеем то, что имеем. Имеем 89 тысяч батареечек. И давайте-ка зайдем, я думаю, сейчас в каточку и попробуем протестировать данный дрончик. Опять у меня происходит какая-то, ребяточки, ошибочка. И из-за этой ошибочки я, наверное, должен сейчас быстренько обновиться. Сейчас, ребяточки, быстро обновлюсь. И попытаемся быстро протестировать данный дрончик. Я его, в принципе, тестировал на тестовом сервере. Но не сильно-таки разобрался в нем, в принципе. И поэтому сегодня быстренько заходим в быстрый боёчек. Показываем, как он работает. Безусловно, 7 секунд. Это очень-таки маленькое количество для дрона. Ну, я имею в виду расходки от Респа. Поэтому его, безусловно, нужно прокачивать. Данная прокачка будет стоить очень больших-таки кристаллов. Но, я думаю, в ближайшее время у нас разработчики сделают скидочку на данные дроны. На данных дронов микропрокачку, я бы даже так сказал. И мы-таки быстренько сможем их прокачать. Я всё это видео, всё это дело, конечно же, ребятки, запишу. Расскажу. И протещу. Пока что данный дрончик не понимаю. Батареечек у нас нету. И то есть... То ли у меня не купился дрон... Сейчас, ребятки, извините. Да, дрон у меня почему-то не купился. Хотя я его уже покупал. А, нет, он у нас есть. Его надо установить. Мы его устанавливаем. Извиняюсь, я немножко заглубил. Сейчас мы его быстренько установим. И... Быстренько попробуем слиться, чтобы эту наручку у нас отрез подали. Безусловно, на данном режиме, ну, при хорошей атаке противника, вот видите, у нас быстро 7 секунд пошло. Но 7 секунд это очень-таки маленькое время. Безусловно, при фулл прокачке оно дает целых 15 секунд. А 15 секунд это уже, ну, почти вдвое, даже не почти, а вдвое больше времени. А это значит, что с данным количеством уже секунд, а именно времени, данный дрон будет более эффективным. Поэтому, все, что остается, это их прокачивать. Ну, и за всем этим вы, в принципе, сможете следить. Ну, вот такой вот дрончик я, ребятки, сегодня прикупил. Если вам понравилось данное видео, то обязательно поставьте лайк. Напишите обязательно комментарий по поводу данного микрофончика. Все-таки тот у меня сломался, а студийный еще, ребятки, пока не пришел. Поэтому какое-то время придется позаписывать видео и постримить с данным микрофоном. Но, в принципе, данное видео подходит к концу. Всем спасибо, ребятки, кто его посмотрел. Обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны. И оставляйте положительные, а может и отрицательные комментарии к данному видео. Всем спасибо, ребятки. Пока.